Пожалуйста, ребята, на 9 этап Формулы-1 на Грам-при Австрии. Вы спросите, где 8 этап, где Франция? Сразу скажу то, что с ней получилось как и с 7 этапом, то, что были пропуски кадров, поэтому видео было лаганым по сути немного. Ну и также я еще и забыл записать повторы, поэтому я решил то, что ладно, Францию я не буду в таком случае выпускать, потому что она будет выглядеть крайне-крайне плохо. Также скажу сразу то, что во Франции я видел впервые сейфти-кар за последние 30 с хреном этапов, даже 30, почти даже 40 этапов. Ладно, вернемся к Австрии. Кватификация, первый сегмент я прохожу на первом месте, ну тут боты просто не показали очень даже хорошее время. Второй сегмент, у нас происходит небольшой баг. Вы видели то, что Ферстаппин закончил сессию на Мидиуме, но прикол в том, что он выезжал на вторую попытку на софте, и я не знаю, почему игра ему засчитала то, что он прошел в 30 сегмент на Мидиуме, но имеем, что имеем, у Ферстаппина будет Мидиум на старте, посмотрим, сможет ли он его реализовать и поможет ли он ему прорваться вперед. В Австрии я не ожидал каких-то больших результатов, у нас не было никаких обновлений на этот этап, поскольку у нас сейчас два обновления средних заказаны на Великобританию, так как, опять же, Франции не было, вот, собственно, вы должны это знать. Контракт новый подписал, опять же, мог выбрать все плюшки на третий уровень, но только взял неограниченное количество модификаций на отдел, и, соответственно, снижение скорости всех модификаций на одну неделю. Все остальные бонусы в виде пит-стопа и ресурсов остались на втором уровне. Кстати, затрагиваю еще тему контрактов. Как по мне, в этих контрактах не хватает вкладки в приглашение в какую-либо из команд. Вот, примерно, еду за тророса, руководство, как бы, Red Bull смотрит, ага, результаты неплохие, почему бы не позвать меня на место Гасли? То есть, ну, это как к примеру, да, у нас в реальной формуле так же, примерно, произошло, но все же, в данный момент мы имеем систему, то, что можем перейти почти в любую команду, и нам там предложат какой-то контракт. Хотя, согласитесь, то, что в реальной формуле никто вас из ВИМСа не переведет в Мерседес, ну, вот, как пример. Поэтому, как по мне, вкладка приглашений нужна в контрактах. Мы посмотрели, что он там предложили из других команд, подумали, ну, либо согласились со своей командой, либо же ушли в другую. Ну, и стратегия тут будет у нас Вадим Писов с перехода с софта на Medium. И переходим к старту. И Гаслик там с огни, я срываюсь с места. Более-менее сорвался, но старт все равно проигрываю. Слева у меня пытается атаковать Хюйкенберг, но, во-первых, ворот, я хожу все-таки на внутренней траектории, и за счет этого сохраняю свою позицию, и тут же пытаюсь еще навязать борьбу Леклеру, который все-таки лучше меня разгоняется напрямой, и начинает потихонечку отъезжать. Тем временем Ферстаппин уже проиграл две позиции, одну Хемптину, вторую Пересу, и все из-за того, что у него был Medium. Уже с самого начала гонки данная стратегия в Medium Soft у Ферстаппина немного приводит к тому, что он начинает проигрывать кучу позиций по отношению к Хейст-Артовой, и посмотрим, как будут события развиваться дальше, и поможет ли ему эта стратегия в конце, когда он будет ехать уже на софте. Сарс-ТВ камеры, как все это происходило, Хюйкенберг у меня уже пытался атаковать, даже прошел немного, но в первом повороте я также так немного срезал, оставил как можно максимум места для Хюйкенберга, чтобы не произошел между нами контакт. Преиму, что я особо с этого не получил, но все-таки небольшое, да, оно было. Ладно. Ферстаппин, как мы видим, уже в третьем повороте проигрывает Хэмилтону, Перес он еще раньше проиграл, и причем Перес неплохо так начал заезд, точнее даже гонку, сразу же вырос на вторую позицию, ну и в принципе квалифицировался он на третью, хотя вот Строл, к примеру, вылетел уже во втором сегменте. Так что, в принципе, Перес пока что идет неплохо, может быть, в нашей карьере он попадет все-таки в Мерседес. Кто его знает, как пойдет. Вот, позади также у нас прорвался Феттель и Гаслип, они вдвоем не смогли пройти во второй сегмент, поскольку у нас в первом сегменте под конец квалификации начинался дождь, из-за чего они очень поздно выехали из пидстопа и уже, соответственно, не смогли поставить никакой быстрый круг. Причем Льюис был в тот момент также на волоске от того, чтобы вылететь в первом сегменте. Но, в принципе, нам и так хватает то, что два довольно сильных болида оказались в конце пелотона, которым придется как-то прорваться через этот пелотон, и посмотрим, как далеко они смогут прорваться, поскольку подначалу они не могли вырваться из лап Вильгенса и Заубера. К примеру, Гасли до сих пор еще сражается. Феттель более-менее подъехал к Макларену Саенса и уже начинает там как-то бороться. Гасли же как-то вот застрял в той куче медленных болидов и посмотрим, сможет ли он прорваться. Возвращаясь к моей борьбе, я уже начинаю бороться с Ферстаппеном на третьем кругу, обхожу его напрямую, и в четвертом повороте, еще более позднего торможения, все-таки его смог пройти, даже широко вылетел. Ферстаппен так просто не решил сдаваться, он начал потихоньку меня атаковать. Ну, первая атака пошла так себе, я вылетел довольно широко, он же достаточно медленно вошел в поворот, из-за чего я получил некое преимущество и его тут же начал атаковать Хюлькинберг, что по сути спасло мою жопу, поскольку Хюлькинберг занял Ферстаппена на очень долгое время и поэтому меня вообще никто не тревожил. Но все равно надо было как можно быстрее оторваться от Ферстаппена, поскольку в будущем он перейдет на софт и когда он будет на софте, а я буду на медиуме, у него будет намного выше темп и за счет этого он может меня нагнать и спокойно даже опередить. Но Хюлькинберг делал свою работу очень и очень неплохо, но так делал то, что в один момент их уже догнал позади идущий пилотон. То есть они обменивались позициями, то Хюлькинберг впереди, то Ферстаппен впереди, я в этот момент там ехал недалеко от них, но слава богу не давал никому из них ДРС, кто был именно впереди. Поэтому они уже боролись там напрямых как-то между собой. Я же пытался догнать группу впереди меня в виде Леклера, Хэммитона и Переса, но к сожалению у них был слишком высокий темп и они друг друга вытягивали по сути за счет ДРСа и Слепстрима, и поэтому я никак не мог присоединиться к борьбе. А борьба у них происходила довольно весело. Хэммитон успел отжать свою вторую позицию, точнее у Переса отжать ее, но Перес тут же ее вернул себе и уже за Хэммитона взялся Леклер, что дало Пересу некое время для того, чтобы оторваться и попытаться может быть догнать Вальтери, который был достаточно уже к этому моменту далеко из-за того, что позади него идет борьба и никто ему по сути не мешает отрываться. Но вот Хэммитона, как я и говорил, повязал Леклер борьбой, он попытался его опередить, но не вышло. Потом Хэммитон снова догнал Переса и уже начинал муго навязывать борьбу на следующую кругу. Опять же первый поворот бок о бок проходит. Самое интересное, то что они проехали точку детекции ДРС бок о бок, из-за чего никто из них двоих не имел ДРСа, а Леклер наоборот имел, но не смог этим полностью воспользоваться. Он смог кое-как поравняться там позади с Хэммитоном, но Хэммитон был бок о бок также и с Пересом. Поэтому реализовать на все 100% свое преимущество в виде ДРСа Леклер никак не смог. На второй зоне детекции ДРС уже Перес был впереди, за счет чего Льюис получил все-таки ДРС, но Перес все-таки смог дожать Льюиса и оставить свою вторую позицию. На следующую кругу у них все повторилось. В первом повороте теперь уже Льюис был на внешний, а Перес на внутренний. И за счет этого Льюис выходит на вторую позицию. Как я и говорил ранее, Макса Ферстаппина уже к этому моменту догнал даже основной пилотон, который шел позади. И Норрис даже смог обойти Хюлькенберг и попытался навязать борьбу Ферстаппину. Но, к сожалению, ничего не вышло. В конце 12 круга я решил заехать на 500, чтобы сделать андеркат аж на 2 круга, поскольку понимал то, что софт у меня не дотянет до конца 14 круга. И лучше я сделал сразу пидстоп, нежели я буду терять на софте кучу времени. Что, в принципе, в будущем себя окупит. Также пидстоп провели и лидеры, но пидстоп у Льюиса вышел крайне неудачным, поскольку он потерял свою позицию по отношению к Пересу, а также и к Леклеру. И Перес причем уже умудрился даже оторваться неплохо. С Леклером достаточно быстро разорвался Льюис, поскольку у него возникли проблемы с ДВС, за счет чего я стал и догонять самого Леклера. Но, в принципе, потом у него эти проблемы разрешатся. Опередил я, в принципе, без каких-либо проблем Леклера на прямой, на второй зоне ДРС. Также решил глянуть износ медиума. В принципе, он был в пределах нормы. То есть, под конец гонки он будет где-то под 55-56%. Что для меня было, в принципе, оптимальным вариантом. Но расслаблять свои блоки рано, потому что у нас есть позади Ферстаппин, который также потерял позицию на пидстопе по отношению к Ланду Норрису. Но, в принципе, без каких-либо проблем на софте он его догнал и без каких-либо проблем прошел. Соответственно, он уже погнался за Леклером, который шел в этот момент впереди. К моменту обгона у Леклера, как я и говорил, посетились все проблемы. Поэтому они начали бороться между собой. Для меня это было довольно хорошо, поскольку они друг друга замедляли более-менее. Но я понимал то, что рано или поздно они меня все-таки догонят. Потом у нас была борьба за вторую позицию, где Хэмилтон без каких-либо проблем оходит Переса в конце круга. Ну, как без каких-либо проблем. На старт с финишной прямой он все-таки смог завершить свой обгон и продолжил свою гонку уже на второй позиции. И Перес ничего не смог с этим поделать. Борьба у Леклера и Ферстаппина накалялась. Так же, как и в реальной Формуле 1. Они боролись между собой, но до контактов у них, к сожалению, все не доходило. На второй зоне ДРС Леклер попытался снова атаковать Ферстаппина на торможении, но, к сожалению, ничего у него не вышло, поскольку у Ферстаппина, во-первых, был софт, во-вторых, он был на внутренней траектории. За счет софта Ферстаппин имел неплохое преимущество по отношению к нам, к тем, кто был на медиуме. Но, опять же, это софт, и он имеет не очень приятное свойство очень быстро изнашиваться при активных прям действиях. И что послужит в будущем скорее всего для Ферстаппина минусом, поскольку мы на медиуме можем спокойно продолжать гонку, а Ферстаппину желательно следить за своей резиной. Попытался он меня атаковать, почти у него это вышло, но на 27 круга в первом повороте я все-таки смог вернуть себе позицию, и на 27 круга у нас выходит виртуальная машина безопасности. Почему она у нас выходит? Во-первых, у нас ходят граждан, но вместе с этим у нас ходят и квят, которые зачем-то вмазываются прям в граждана, из-за чего граждан дают штраф в 5 секунд. Я не знаю, почему ему дали этот штраф, поскольку он все равно сошел, и как бы смысл от этого штрафа полностью теряется. Но вернемся к моей борьбе. Леклер с Ферстаппин обменивались позициями, поэтому то Леклер меня атаковал, то Ферстаппин меня атаковал, так вот каждые пару кругов они сменялись друг к другу. Но в один момент к нам уже даже подъехал Ланда Норрис, и к этому моменту у Ферстаппина уже точно начали уходить по крышке довольно быстро, потому что он часто атаковал нас, массивно ехал. Соответственно, Солт очень быстро износился, и даже Ланда Норрис смог его попытаться атаковать. Конечно, атака не прошла успешной, но он замедлил Ферстаппина, что было самым главным, по крайней мере, для меня и для Леклера. Леклер продолжил мне все атаковать в конце круга, в предпоследнем повороте, но все атаки были тщетные, и он никак меня не смог обойти. Потом у нас второй раз выехал от виртуальной машины безопасности, точнее вышло, причем в тот самый момент, когда меня Леклер почти опередил, то есть там буквально 2 сантиметров ему не хватило, чтобы остаться впереди. За счет этого я смог вернуть свою четвертую позицию, и продолжил ехать под виртуальной машиной безопасности на четвертой позиции. Последи меня, на 30-й круге, Леклер попытался снова меня опередить, у него это вышло еще до поворота, но он входил слишком близко к Апексу поворота, из-за чего очень медленно его проходил, и также он мне дал еще возможность использовать ДРС. За счет медленного выхода его тут же начинают настигать Ферстаппин и Норрис, соответственно Ферстаппин смог обойти, а Норрис смог только поравняться с Леклером, и также Норрис был на внешней траектории, и за счет этого он кое-как смог выйти вперед за счет лучшего выхода, но позади всего этого дела также уже потихоньку накатывал Феттель, но забегая чуть вперед, Феттель не успел догнать всю нашу группу, и соответственно вступить в какую-либо борьбу. Леклер же смог вернуть свою шестую позицию, но до Ферстаппина он не успел доехать, поскольку мы уже там были где-то в секунде от него, соответственно ДРС он особо не получал. Ферстаппин также мне перестал атаковать, поскольку шины уже все, умерли по сути, и я даже на последнем кругу, на выходе из последнего поворота немного трифтанул, то что мне могло стоить позиции, если бы был Ферстаппин намного ближе. Но так, в принципе, четвертое место, довольно неплохой результат, мог быть чуть лучше, может быть, хотя я думаю, все-таки четвертое место был для меня пределом, поскольку, опять же, скорости у нас прямо таковой нету, нежели как у Мерседеса, либо Рейсинг Пуэнт, либо же у Феррари. Но с Эрдбулу мы в принципе сражаться в данный момент можем. Вальтери Ботас содержит победу, в принципе, без каких-либо проблем, от старта до финиша он смог парализировать, никто ему не мешал, поскольку позади него была борьба все время за второе место до первого пистопа и после него была борьба между Хэммитоном и Пересом, но Хэммитон пусть даже и смог пройти Переса, но догнать Ботаса у него не было никакой возможности. Но в принципе для Мерседеса тоже это неплохо, первое и второе место по крайней мере они укрепляют в чемпионате дальше, нежели Феррари. Ну ладно, вспомним про наших двух гонщиков именно про Феттеля и Гасли. Феттель смог прорваться на седьмую позицию, а как далеко смог прорваться Гасли? Он смог финишировать только на одиннадцатом месте, то есть даже в очки не попал, что для Рейдбула крайне-крайне плохо. Хотя он даже должен был стартовать с последнего места, но из-за того, что кто-то там взял штрафы, он стартовал даже с девятнадцатого. Но это ему даже не помогло. Ну, не знаю, почему он так плохо проехал, хотя вот по сути на софте на первых кругах он должен был пройти большую часть Платона, но вот почему-то задержался он в стане Вильямсов и Альфа Ромео, что для него стало роковой, так сказать, ошибкой. Хотя почему-то комментаторы в конце гонки говорили, что вот Гаслим молодец, прорвался, как по мне, прорыв с девятнадцатого на одиннадцатое место на Редбуле это крайне-крайне плохо. Вот Перес, примерно, он неплохо провел гонку, да, потерял одну свою позицию, но все-таки третье место подиум на рейсинг-поинс, что очень-очень неплохо. Хотя его напарник финишил даже намного дальше, чем он, но пусть и в очковой зоне. Соперника, я себе, кстати, взял тоже Гасли, так сказать. Будем с ним соперничать, поскольку, ну, место в Редбуле еще остается открытым после таких-то результатов. Посмотрим, как оно дальше пойдет. По модификациям, так как я заказал два средних обновления, в Алидинамике мы ничего не заказываем, но также я заказывал еще модификацию на мощность, которая к нам не, к сожалению, не приехала. И с мощностью мы будем работать, но при условии, если у нас будут лишние ресурсы. В данный момент после Великобритании нам надо будет заказать аж 4 мелких обновления, соответственно, ресурсы лучше в данный момент не тратить, но максимум только на модификацию двигателя, чтобы она к нам приехала в Великобританию. Пускай чуть немного мощности нам даст, но хоть какую-то лишнюю мощность даст, и может быть где-нибудь мы сможем бороться с кем-нибудь из Рэдбулов. По крайней мере, с Гасли мне надо точно бороться, чтобы выиграть это соперничество. Ну а на этом, ребят, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, пока-пока и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok